всем привет сегодня утром я съездил на рынок ждановичи это рынок называется поле чудес это блошиный рынок старых бушных вещей на этом рынке можно купить всякое разное интересное и сегодня утром я поехал на этот рынок и купил там кучу всего интересного я это сейчас покажу и расскажу во первых это деталь скрипки потом панно фарфоровое и стопка фотографий дореволюционных а теперь все по порядку первая моя покупка была вот эта деталь для скрипки это от какой-то старой скрипки чем она эта деталь интересна тем что ее можно использовать поставить для другой скрипки и будет работать у меня есть такая скрипка вот тут поломана та же самая часть я это заменю и будет рабочая скрипка дальше у этого же человека я купил фотографии все фотографии дореволюционные все интересные сюжетом первые фотки это наводнение в москве 1908 года чем интересно что есть события которые запечатлел фотограф и нам это интересно посмотреть как москву затопило водой 908 году москва река поднялась почти на 9 метров она затопила 100 километров улицы переулков разрушила 25000 строений здесь на фото мы видим как вода прямо идет вдоль стен кремля и это обратная сторона тут видно как вода туда затекла во все улицы все стоит под водой как документ исторически это прикольно дальше дача царицына 1917 год можно сказать что люди скорее всего последний раз были на этой даче потому что уже в 1918 году случился сами знаете что уже дача наверно ни у кого не было здесь повозка лошади люди интересный сюжет нестандартный одолюционные фотографии в основном это снято в студии фотографа стоит два таких человека три четыре пять все в каких-то нелепых позах тут живая фотография на улице на природе скорее всего это был фотограф не профессионал какой-то может любитель может член семьи увлекался фотографией вот он снимал своих там родственников на даче на лошади вот фотография на обороте подписано что это какая-то фабрика баку 1905 год такая фотография интересна тем что фабрика наверное уже скорее всего разрушена ее нету и она интересна для истории промышленности города баку фотография дети в рабочем кабинете у кого-то из родителей интересный сюжет до революции мы вряд ли можем встретить такие сюжеты в основном я уже говорил что все снято в студии фотографа здесь мы видим интерьер помещения рабочий кабинет с мебелью с вещами это все прикольно рассматривать интересно тоже снимал фотограф любитель это понятно потому что проявка не очень качественная все равно фотография остается интересной следующая фотография свадебная кучер поженился 1905 год интересно тем что подписана профессия этого человека и нарядно одетые люди красивая одежда народная интересная последняя фотография большого формата люди в помещении это не похоже на студию фотографа тоже фотография видно любительская плохо проявленная немножко неправильно свет обработка но мы видим интерьер помещения не похожи на студию на стенах висят картины везде какие-то шторы на окнах на двери ковер целом без подписи непонятно какой город и какой год дальше фарфоровая панно на стену с отверстиями можно закрепить это скорее всего минский фарфоровый завод а минский фарфоровый завод у нас популярный для коллекционеров это здание правительства в городе минске национальный исход республики беларусь палатам проставников здесь в этом здании находится парламент и можно узнать точнее это минский фарфоровый завод или не минский то есть эта информация известна ее надо просто найти значит фарфоровая панно 35 рублей это я напоминаю что это белорусские рубли 10 долларов это 25 белорусских рублей то есть вот эта штука стоит значит 14 долларов примерно каждая фотография 2 рубля это меньше доллара и деталь скрипки 2 доллара это 5 рублей вот фотографии интересный коллекционером фарфор коллекционером это лично мне как я использую для ремонта скрипки такие находки если вам интересно эти старые вещи и что можно найти на ждановичах подписывайтесь на канал я буду делать такие видео всем пока до новых встреч отец